Россия бьет все рекорды по количеству никотинозависимых. Тем не менее, по данным социологических опросов, более 70% людей действительно хотят избавиться от вредной привычки. В Сочи вопрос борьбы с курением поднялся еще пять лет назад. Муниципалитетами и активистами был создан антитабачный проект «Сочи без табака». Проводились тематические кампании, сшествия и рейды. И сейчас реализация антитабачного проекта на курорте остается важным постолимпийским проектом. Сейчас мы на пороге уже окончательных ограничивающих позиций этого федерального закона. Очень много нюансов в законе, которые реально должны поменять структуру отношения к этому вопросу в нашем обществе. В связи с этим власти Сочи представили новый этап медийной кампании. Разработаны информационные плакаты. На них отображены объекты и зоны, где в соответствии с законом запрещается курение. А также, куда можно обратиться, в случае, если курят в транспорте на районе или на работе. С 1 июня курение запрещается в общественном транспорте, социальных объектах, в местах общественного питания, даже на открытом воздухе. Здесь важно учитывать расстояние от организации, пляжей, площадок и входов дома. Оно должно составлять не менее 15 метров. В местах проживания курение допускается только с разрешения жильцов. Контроль за соблюдением правил уже с 1 июня будут вести правоохранительные и надзорные органы. А за невыполнение требований закона нарушители понесут ответственность. Так, например, за отсутствие в учреждении знака о запрете курения предусмотрен штраф на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических – от 30 до 60 тысяч рублей. В случае отсутствия специальных оборудованных мест для курения предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч, для должностных лиц – для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей. Также введено такое понятие, как «спонсорство табака». Ну и спонсорство табака представляет собой любой вид вклада в любые мероприятия, целью или результатом которых является стимулирование продажи табачного изделия и употребление табака прямо или косвенно. Кроме того, с 1 июня продажа сигарет будет разрешена только в специальных магазинах. При этом реализация табачной продукции даже в гипермаркетах будет возможна только без выкладки на витрины. И разместить можно только перечень продукции без изображений. Все эти меры нацелены на то, чтобы уменьшить количество смертельных заболеваний, которые влечет за собой каждая выкуренная сигарета.